Энн Ланг. Дом света. Глава первая. Луч надежды. Он никогда не был верующим, не молился и ни разу не заходил в церковь. Он презирал священников и религиозных фанатиков. Но сейчас, когда темные громады скал становились ближе, он выуживал из памяти забытые слова молитвы, которую в детстве слышал от бабушки. «Мы погибли», — произнес Боцман. И вдруг он начал истово молиться, чего не позволял себе раньше. Холодные брызги таяли на обветренной коже. Густые рыжие усы скрывали шепчущие губы. Боцман был рослым и кряжистым, основательным будто гора. Судно качалось из стороны в сторону, делая наклон ровно на 20 градусов, в единой амплитуде с волнами. Капитан отчетливо справлялся с гневом погоды. Могучий ветер, будто неразумное дитя, играл с кораблем. Шеврял, как щепку, норовил перевернуть вверх металлическим дном. Сверепые волны захлестывали нос корабля. Воглый ветер завывал в ушах. Ледяные порывы секли, как плети. Свет, будто острый нож, разрезал непроницаемую тьму и полоснул по глазам. «Маяк! Вы видели? Маяк!» — пробосил бородатый механик. «Нам бы где-нибудь затаиться!» Шквал поглотил его отчаянный крик. Бородач упрямо стиснул кулаки. Он считался самым опытным в команде. За 17 лет, проведенных в разных рейсах, он никогда не видел столь мощного шторма. Разгневанная стихия несла угрозу для жизни. С людьми можно договориться. Разъяренной природе нечего противопоставить. Чудовищная волна ударила в носовую часть судна и серьезно повредила систему навигации. Беспомощный корабль дрейфовал бурю посреди открытого моря. Члены экипажа и двое работников почты собрались в капитанской рубке. Они жарко спорили. В небольшой коморке сделалось тесно и душно. Вездесущие волны бились в хрупкое стекло иллюминатора. — Я не хочу умирать! — взвизгнул юный матрос после очередной болтанки. Это был его первый выход в море. Салага позеленел лицом и, кажется, был готов исторгнуть содержимое желудка. — И все-таки нужно было тебе пойти с Варькой в подсобку! — хохотнул Лоцман. — Хоть с бабой познакомился бы. Он залихвастки ухмыльнулся и подмигнул парню, которому едва исполнилось девятнадцать. Юноша еще не знал жизни и не чувствовал ее запаха и вкуса по-настоящему. Прибывая в замкнутом пространстве около месяца, моряки узнали характер друг друга. Хотя Лоцман и прожил долго, но все же боялся смерти. Мечта о спасительной гавани объединяла их и не давала окончательно пасть духом. Парнишка засмущался и спешно отошел к стене, но было заметно, как он напряженно прислушивается к голосу штормового моря. Скромного опыта недостаточно, чтобы удерживать равновесие при сильной качке. Когда судно наклонилось влево, он вцепился в Лоцмана. «Не переживай, Бог любит чистые души!» С грустной иронией проговорил Лоцман и похлопал юнца по плечу. Последние минуты они сплотились перед смертельной опасностью. «Я вижу маяк!» — разглядев луч надежды, воскликнул капитан. Неумолимая волна несла небольшое почтовое суденышко прямо на скалы. Двигатель недовольно урчал, сопротивляясь воле стихии. Корабль дал крен и упал на бок. Электричество погасло. Начался хаос. Прошло несколько тягостных пугающих мгновений, прежде чем связной вновь вернулся в прямое положение. «Сворачивай!» — завопил худощавый старпом, и его требовательный окрик утонул в грозовом раскате. Молния разорвала черный свод на куски. Казалось, мир перевернулся. Море превратилось в небо, а небо теперь под килем. Скалы приближались, и столкновение неизбежно. Волна убийцы играючи несла маленький, но отважный почтовый корабль вперед. Ориентир во мраке для сбившихся с курса мореходов — надежное пристанище смотрителей. Дом света. Так называли этот маяк жители рыбацкой бухты. Краеугольный камень в его основании заложили в конце 18-го столетия. Остров соединили с материком искусственной насыпью, образовавшей покатые склоны, резко обрывающиеся у неровной кромки моря, которая не отличалась с мирным нравом. Маяк располагался на верхней точке скалы и возвышался над акваторией на 90 метров. Яркий свет в 170 тысяч свечей превосходно видно на расстоянии 60 километров. Прогресс добрался и сюда. Когда-то давно на башне зажигали огонь и окружали его зеркалами. Не обходилось и без несчастных случаев. Однажды во время пожара сгорел пожилой смотритель. Чуть позже пламя заменили керосиновыми фонарями и линзами Френеля, делавшими свечение ярче. В тот период на маяках использовалась ртуть для поддержания определенной скорости вращения линзы. Чтобы очистить жидкий металл от пыли, хранители света процеживали вещество через ткань. Ядовитые поры отравляли смотрители и порой доводили до помутнения рассудка. Теперь путь мореплавателям указывают светодиодные лампы, которые меняют раз в пять лет. Михаил Северов бодро поднимался по винтовой лестнице, отчитывая беззвучные шаги. На застекленную площадку, откуда открывалась чудесная панорама, вели 380 ступеней. Предстояло протереть лампу смоченной глицерином тряпкой. Так положено делать, чтобы линзы не покрывались конденсатом. Дежурство на маяке длилось месяц. Целых 30 дней вынужденного одиночества, которое вовсе не тяготило Михаила. Напротив, он находил в уединении прекрасные возможности. Обширные просторы принадлежали только ему. Восхитительная природа, рыбалка, много времени для размышлений и чтения книг. Обычно вахту нес один смотритель. Сменщиков доставляли на вертолете или катере. В начале 19 века в маяке обустроили дом для смотрителя. Жилая зона, включавшая в себя уютную спальню, ванную комнату и кухню, находилась под кабинетом. Сначала круглые стены казались Михаилу странными, но постепенно он привык к отсутствию углов. От прежних маячников остались кое-какие вещи, которые заботливо передавались последователям. Старое кресло, бинокль, портреты и даже печатная машинка. Промозглыми зимними вечерами, когда за окном темнело, слышался приглушенный стук клавиш, будто кто-то печатает. Но то была игра воображения, которая будоражит одиночество. Михаил чувствовал себя уверенно в непредсказуемых условиях моря, но иногда он ощущал оторванность от мира. Чтобы прогнать щемящее чувство одиночества, смотритель маяка приезжал в ближайший к порту городок, где общался с жителями и путешественниками. Иногда и к нему заглядывали гости, отклонившиеся от маршрута и терпящие бедствия моряки. Порой каждому путнику нужно убежище, где можно переждать бурю, успокоиться и набраться сил. Однажды во время небывалого шторма в дверь позвонили. Это был настойчивый протяжный звонок, предвещавший тревожный вечер. Смотритель торопливо спустился и с неохотой открыл. Было темно, однако частые вспышки молний позволили рассмотреть позднего визитера. По знаком различия Михаил понял, перед ним стоит капитан. За его спиной бушевало море. Разрушая уют, в помещение ворвался ветер вместе с ледяными каплями дождя. Как командир очутился здесь в такую бурю? Михаил отошел в сторону, пропуская моряка. Мужчина выемок и дрожал. Ему бы согреться. Смотритель надел дождевик, вышел на улицу и задумчиво огляделся, ожидая увидеть огни большого судна, пришвартовавшегося у главного причала. Но не обнаружил корабля или хотя бы лодки, на которой прибыл капитан. Безмятежность, казалось, навсегда оставила окрестности. Но как же восхищала и пугала ярость стихии! В сполохе молний разрывали небо. Ветер вздымал огромные семиметровые волны и завывал, будто дикий зверь. Вокруг ничего не разглядеть, помимо вихрей воды. Промочив ноги, смотритель поспешно возвратился в гостеприимное тепло маяка, ставшего ему домом. «Что же, добро пожаловать на маяк, буревестник! Прошу за мной!» Он сделал приглашающий жест и представился. «Михаил Северов. Смотритель». «Ефим Федорович Поливанов. Капитан второго ранга». На кармане твидового темно-синего кителя золотой нитью вышиты его инициалы. Отчего-то имя и фамилия моряка показались Михаилу знакомыми. Но, как ни напрягал память, вспомнить, где слышал их, так и не смог. Они ступали по винтовой лестнице. Наблюдая за капитаном, Михаил удивился легкостью его движений. Командир средних лет обладал крепким телосложением, однако его шагов не слышно.